Я тут хотел одну вещь показать. Давайте мы опять включим все, что нужно включить. Вот. Это сервер. Это мост в сторону серверов. Это мост в сторону клиентов. Это сервер 2. Это за мостом клиент. И это за мостом клиент, который с другой стороны. Значит, я хотел показать и забыл, что действительно там ходят тегированные пакетики. Сейчас мы возьмем первый попавшийся мост. Например, мост, который в сторону серверов. И подампим весь бэкбон целиком. Где он тут у меня бэкбон? Минус е, чтобы показывать тип Ethernet фрейма. Бэкбон. Минус е и бэкбон. Вот. Ну, пока там всякое ходит. Они там время устанавливают, еще что-то делают. Ну, вот пока они ходят. Сейчас они походят, перестанут в конце концов. А мы залогинимся. И это у нас за мостом 2. Вот. А мы залогинимся и попингаем. Вот. Машинка за мостом 2. Обратите внимание, она какой-то трафик инициировала. 10.0.60.11. И у нее Ethernet Type 802.1. Скуп. Вот давайте я запущу пинг, чтобы было видно, что это именно ее трафик. Вот он. Да. Ethernet Type 802.1. Скуп пролезает из нашего бэкбона. Если мы сейчас вместо бэкбона будем дампить вот эту вот штуку, то оттуда уже будет пролезать трафик обычный Ethernet Type IPv4. Видите? Вот. А наша машина, которая обычный клиент за мостом. Вот. Она генерирует обычный трафик. Вот. В действительности, конечно же, наши машины все генерируют обычный трафик. Обертыванием их в 802.1 Q занимается... Давайте мы по это самое. Вот он. Видите, он. Просто IPv4. Вот. На самом деле, конечно же, обе наши машинки за мостом генерируют самый обычный трафик. А обертыванием их в этот самый, в 802.1 Q занимается мост Deep, а развертыванием моста SRV. Да? Вот. На мосту SRV мы видим, как это происходит. Ну вот. Значит, вторая часть нашего марлезонского балета будет посвящена маршрутизации на уровне L3. Потому что все, что мы с вами говорили, это маршрутизация на уровне L2. И фактически это не маршрутизация как таковая. Потому что понятие маршрутизации это свойство интернет-протокола. И это особый вид перенаправления пакетов фреймов уровня L2. Кстати сказать, прежде чем перейти к тому, о чем мы говорили, давайте мы поищем Ethernet Bridge Tables. Просто чтобы было понятно. Ethernet Bridge Tables. Значит, смотрите. Можно на сайт сходить. Короче говоря, бог с ним. Да. Бог с ним. Значит, я вот к чему. Что если вы хотите, чтобы ваш Bridge выполнял стандартные для Bridge'а развесистые очень протоколы, то вы просто делаете Bridge так, как это я сделал на лекции. Почему протокол для Bridge'а развесистый? Ну представьте себе, что у вас в этой синенькой сети, например, образовался цикл. И фреймы могут, например, ходить по кругу. Или еще что-нибудь. Все это ваше устройство должны распознавать и каким-то образом с этим работать. Например, глушить соответствующий интерфейс, который образовывает цикл. Или ваши Bridge'ы устроены таким образом, что они собирают... У вас очень-очень-очень много хостов, ну в смысле клиентов. И они собирают информацию о MAC-адресах на всех сосках. И как-то ими делятся друг с другом. Вот протокол, по которому они делятся, это тоже оно. Или вы, например, их собираете два в один. Ну, короче говоря, сам протокол взаимодействия двух мостов, это довольно сложная штука. И вполне возможно, вам его хватит. Но, если вам его не хватит, вы можете произвольную операцию... Во, картинка. Главная картинка, точная. Произвольную операцию делать с... Черномор.name, отлично. С пакетами, фреймами, которые бегают на вашем компьютере с помощью специального инструмента, который называется Ethernet Bridge Tables. То есть, межсетевого экрана на уровне L2. Как видите, довольно непростой... Довольно непростой путь обработки фреймов. Вот. Всяких. Такая вот полезная картинка по поводу того, как с этим вообще можно работать. Про это я рассказывать не буду, именно потому, что это межсетевой экран. А вот. Значит, но идея состоит в том, что если вы хотите что-то нестандартное делать, как-то подменять содержимое фреймов внезапно. Делать какие-то развесистые упражнения на тему того, какие фреймы первыми пропускать, какими не первыми. Возможно принимать решение относительно того, на основании MAC-адреса, в какой из интерфейсов посылать и так дальше. Вот вам, значит, на помощь придет Ethernet Bridge Tables. А мы с вами, значит, что делаем? Мы с вами берем и присоединяем к этой нашей многострадальной сети isolated еще одну подсеть под названием Dipper. Вот. И втыкаем туда маршрутизатор, который будет маршрутизировать пакеты изнутри сети Dipper. Так, это у нас машинка под названием маршрутизатор. Вот она. Вот. И к ней будет еще клиент. Машинка под названием маршрутизатор и клиент, который называется непростой клиент. Вот она. Возможно, а возможно и не надо. Давайте только мы мост уберем. Сервер уберем. Сервер уберем. Машинка под названием маршрутизатор. Вот. Как обычно, маршрутизатор уже заранее настроенный у меня работал. Я хочу часть из того, что я делаю, показать ручками, а часть, возможно, показать целиком. Это за мостом 2. Он нам тоже не нужен. Пускай лежит. А где-то там еще был за мостом 1. Тоже не нужен. А был еще непростой клиент. А вот непростой клиент. Кстати сказать, ради интереса мы вот этот непростой клиент, он очень глубоко, видите, какие глубокие джунгли. Он за маршрутизатором. Мы его настроим не из командной строки, а с помощью пользовательской инсерфейсной настройки. Но это будет чуть позже. Сначала поговорим про маршрутизатор. Итак, маршрутизатор. На самом деле, кажется, я говорил, что маршрутизатором у нас работают, например, вот эти сервера. Давайте посмотрим. Вот. Если вы перекладываете из интерфейса в интерфейс, как вот здесь, из этого интерфейса в этот и обратно, и это разные сети, а не мост, как в нашем случае, в предыдущей лекции, то вам необходимо, собственно, взаимодействовать с протоколами маршрутизации, таблицами маршрутизации и всеми вот этими делами. В данном случае наш маршрутизатор умеет внешний интернет, знает, что за интерфейсом ETH0 у нас лежит сеть 10.0.2, что за интерфейсом ETH1 у нас лежит сеть 10.20.30, и еще вот эта волшебная строчка, про которую речь впереди. Давайте сначала настроим вот это. Итак, маршрутизатор обычный. Он, как видите, у нас воткнут в три сети. Deeper, Deep 2, Isolated. Сеть Deep 2 пока оставим в покое. Это для примера Policy Rosing, это чуть позже об этом поговорим. Вот эта картинка. Сейчас мы разговариваем про этот кусок, про маршрутизатор и внутреннюю машину, которая называется «Непростой клиент», которая присобачена к сети Deeper. Значит, сеть Deep 2 пока не трогаем. Маршрутизатор у нас имеет три интерфейса. Из них один мы настраивать не будем, а два других настраиваем. Вот. Ну, сейчас настроено все. Ну, давайте мы, как обычно, скажем «Стоп». Вот. И все пальчиками настроим. Первым делом, мы, естественно, включимся в сетку Isolated. Обратите внимание, что я не воспользовался автоматической настройкой, которую вполне бы мог получить по интерфейсу Isolated, ибо Isolated — это все та же все та же локалочка, в которой у нас есть запущенный сервер 0. Вот. Я настроил его пальцами. Давайте попингаем наш сервер 0. Не пингается. Не творог из отришел, я забыл сказать «ап». Пингается. Да. Вот он пингается, отлично. Что ж, давайте мы настроим внутреннюю сеть, которая называется Dipper. Она у нас будет иметь адрес... Сейчас скажу, сколько. Давайте я подгляжу в шпаргалочку, но это совершенно неважно, ну, просто чтобы мне потом не запутаться. вот. Да. IP, addr, add, def, Dipper, Dipper, сколько вот эта вся фигня ну это же сад вот что у нас на том конце в этой сети зиппер в эти дипер на том конце у нас клиентик вот этот который где-то он тут непростой клиент вот он мосты мы тогда закрываем сервер 2 пока закрываем тоже сервер один пускай будет вот он в котором как я уже говорил я осеть настраивал по-другому я ее настраивал не как значит с помощью ну не руками как вот при вас я это сделал а вот здесь вот нетворк менеджером вот настройка 1060 90 11 сам себе выдал адрес ручками этот самый брат касс сетевая маска соответственно 24 шлюз по умолчанию 1060 93 давайте посмотрим мне кажется это именно он вот он да вот и dns сервер это мой домашний днс сервер у него просто всегда вот такой адрес вот во всей этой площадке которая перед вами развернул ни одного днс сервера не пострадал потому что их нем вот ну что все типа она должна уже работать давайте проверим значит первое что я забыл сказать самого начала есть одна фишка это свойство ядра которая должна быть включена по умолчанию она выключена чтобы линукс машина вообще ядро линуксовое вообще стала маршрутизатором эта штука называется вот так она называется нет айпи ну версия протокола айпи forward вот по умолчанию в обычных машинах эта штука выключена пока мы ее не включим машина не будет маршрутизатором она не будет перекладывать айпи пакеты из одного интерфейса в другой вон там на бриджах эта фигня была совершенно не нужна там этим бридж занимался здесь этим будет заниматься ядро и ядро надо сказать ну там это тоже занимался ядром но на уровне бриджа здесь надо сказать что до айпи пакеты которые получаются из одного интерфейса надо анализировать на предмет того куда их маршрутизировать обращаться к таблице маршрутизации и перекладывать их другой интерфейс да это надо делать для того чтобы так случилось надо сказать вот такую штуку понятно дело что в системных настройках я все это уже сделал по умолчанию ну вот 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 после этого маршрутизация будет работать ну было бы еще не дурно дефолт настроить да а пирос от дефолт я здесь 21 кажется у нас сервер имеет именно такое вот вот мы с вами сформировали таблицу маршрутизации почти что руками хотя вот эта вот часть 2 1 было сформы сформировано автоматически в тот момент когда мы настраивали интерфейс понятно что если мы настраиваем сетевой интерфейс с такой вот нет маской почему 25 я где-то сказал 25 я молодец но кстати работать будет вам упражнение надо что такое 1020 30 25 сколько это будет смысле сетевой маски вот работать будет я не сомневаюсь в этом тем более что нас уже пинг туда ходил вот поскольку у нас на том конце интерфейса дипер интерфейса дипер уже есть машина с адресом 1060 90 11 она думаю будет пингаца вот она пингаец тем не менее никакого интернета на ней нету нормального сейчас покажу почему смотрите о давайте мы еще ну давайте себе дам минус и изолейтед и вот здесь заперем запустим pink pink ну какой-нибудь ну не знаю там 158 158 250 10 один шляпой работает а почему что я сделал не так должна не работать а почему не должна должна работать все работает вот смотрите при этом какая картина я соврал чтобы она не работала нужно выключить одну настройку на сервере сейчас я ее покажу смотрите какая картина у нас есть желтенькая сетка дипер с пространством адресов 1060 90 вот она 1060 90 11 адрес нашей машины нашей машины нашей машины вот этой он же не простой клиент до дальше 1060 93 адрес нашего машины зато вот и здесь он написан тоже вот он видите этот маршрутизатор является маршрутизатором по умолчанию для нашей внутренне внутренней машины глубоченной вот и наличие вот этого самого сиск стеля который я тут при вас включил где он не вижу но он там был обеспечивает тот факт что пакеты пришедшие из интерфейса дипер перекладываются в пакет в интерфейс изолейтед потому что если мы видим что ip пакет предназначен для хоста который не содержится в этих двух локальных сетях то он содержится вот в этой локальной сети напоминаю что это такая сеть с сетевой маской 0 то есть весь интернет а весь интернет за нас за весь интернет отвечает 10 20 31 поэтому когда мы посылаем и 7 запрос от нашего дипер клиента в интернете вот отсюда вот сюда то он туда уходит а потом получает ответ здесь в скобочках надо бы сказать что то что мы на и 7 и вообще получаем ответ прямо на вот этот внутренний адрес 1060 что-то там и это конечно же заслуга всевозможных трансляций адресов которые у нас присутствуют на сервере и которые у меня дома еще присутствуют дальше потому что вызвать не видит ли ни одного нормального интернет-адреса это все внутренние адреса и класс 10 8 внутри одни с адреса и 192 168 и 16 внутренние адреса ну в общем все внутрь но тем не менее оно работает отнесемся к этому как должен на самом деле то что мы сейчас нарисовали и это ну я ожидал что оно не будет работать потому что я не сделал одной важной вещи при вас а сделал ее автомат окей от адреса 10 60 93 в какие-то интернеты побежал пакет окей он пробежал через адрес 10 60 90 нет адреса 10 60 90 11 пардон от адреса 10 60 91 в интернете побежал пакет он пробежал мимо адреса 10 60 93 мимо вот этого это место оказалось маршрутизатором не зря мы настроили его как маршрутизатор маршрутизатор переложил пакет от 10 60 93 к в интерн к интернетам в интерфейс изолейт потому что за ним лежал сервер по умолчанию и перенаправил его дальше на 10 0 20 до 10 20 31 сервер который 10 20 31 вот он этот пакет принял он 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 А, господи, он называется, да, он здесь называется GTH0. GTH1. Вот, он этот пакет принял. Вот он. Обратите внимание, это все еще пакет от 10609011 и отправил туда, в интернет. Потом из интернетов пришел ответ на адрес 10609011. И вот в этом месте надо бы принять решение о том, куда этот пакет отправить назад. Если бы мы все настраивали вручную, в этом бы месте произошел затык. Почему? Смотрите. Автоматически настроенные сети, какие у нас есть? У нас есть 102115 внешняя сеть и 102031 внутренняя сеть. Если нам приезжает пакет, предназначенный для 10609011, исходя из вот этих вот данных, в какую сеть мы должны ее посылать? У нас нету локальной сети с таким адресом 106090, потому что сетевая маска там 24. И это значит, что мы из таблиц по умолчанию, которая у нас формируется, выбираем просто мушутинатор по умолчанию, то есть отсылаем его обратно туда, на маршрут по умолчанию. То есть, если бы вот этой строчки не было, а именно так выглядел бы наш маршрут по умолчанию, когда мы настроили все сети, то никакой бы пинг отсюда не ходил. Такая вот фигня. Почему бы не ходил пинг? Ну, по той самой простой причине. Смотрите. Это не изолейтед. Еташно. Вот он пинг уходит, а обратно не приходит. Обратно приходит реплай сюда. Все. Давайте мы еще вот так вот сделаем, чтобы было видно. Если я сейчас сделаю tcbdump etash1, да? Вот. Ну, мы увидим это. Пинг уходит и не приходит. Смотрите, на внешнем интерфейсе пинг приходит. Вот он. Да? Нам ответили. Но во внутренний он уже не попадает. Почему? Потому что мы не знаем, куда отсылать пакеты, если к нам пришел пакет для адресата 1060, что-то там. Я только что собственноручно удалил этот адрес, этот, этот, эту настройку. Ну, эту настройку я добавил руками. Давайте ее еще раз добавим руками. Скажем, что roads.ant. Какую сеть? 106090.0.24. Пересылать через маршрутизатор наш. Наш маршрутизатор. Вот он. У него есть адрес. Вот адрес 102035. Вот через него и пересылать. 102035. Вот через него. Ау! Что? Что я сделал не так? Что ему не понравилось? Да вроде все нормально. Давайте посмотрим. Я же тут доставил roads. А, IP road. Господи, я тормоз, тормоз, тормоз. Утилита roads тоже есть. Вот. О! Вот. Что при этом происходит? Мы говорим. Дорогое мое. Получая пакеты с адресом 106090. Что-то там. Маска24. Будь добраться на их вот на этот маршрутизатор. Он разберется. И вуаля. Пинк работает. При этом на внешнем. На внешнем. Это выглядит вот так. Напоминаю, что нам. что нам приходят ответы от интернетов на наш интерфейс мы потом их на тем во внутренний адрес а на внутрь интерфейса тоже выглядит вот так вот все хорошо происходит это от того что я руками добавил соответствующий адрес вот этот в качестве адреса в качестве адреса маршрутизатора для целой под сети значит давайте смотрим на картинку поскольку у нас здесь сетя синенькая а здесь желтенькая то для того чтобы добраться отсюда вот сюда нам нужно чтобы вот этот да вот этот маршрутизатор знал что для желтенькой сети все пакеты пересылать через вот это в данный момент это сделал руками здесь наверное уместно сделать паузу и немножко по бла-бла значит бла-бла стоит в следующем чего я вам не расскажу сейчас это про то что у маршрутизации в сетях занимаются специальные сервисы которые реализуют специальные довольно сложные протоколы то что мы с вами видели это статическая маршрутизация которая просто зависит от того как мы набили эту таблицу пальчиками но по-хорошему но вот этом сервере под названием сервер должен был запущен специальный демон который бы по предварительной договоренности получал различные вот такого рода записи в таблицу маршрутизации от доверенных соседей например от маршрутизатора под названием маршрутизатор приехал бы эта запись оба ее сервер добавил бы в таблицу маршрутизации не я руками а отца и на основании работы такого протокола внезапно машины диппер стала бы доступны туда пересылались пакетики это как бы первая половина но я думаю что опять таки все вы это знаете из лекций по сетям потому что это собственно разговор о том что такое маршрутизация просто к тому что разумеется в линукс все это есть просто я сейчас не стал а подробно настраивать всякие службы которые обслуживают такого рода протокол вас вторая половина состоит в том что предположим вы вообще не администратор вот этого сервера вы не можете ни руками прописать не просто так вот поверить его более того у вас на самом деле таких вот например несколько интернет-провайдеров и вы хотите между ними как-то переключаться в зависимости от того какой из них лучше работает вот вы хотите пересылать большую пачку информации о том какие есть сети там дальше чтобы можно было вот такие вещи на автомате добавлять в ваш таблицу можете за это называется border gateway протокол когда вы не администратор тех сетей про которые вы все-таки должны знать их доступность может и зато через который недоступны и так далее и этим border gateway gateway протоколом занимается протокол с названием border gateway протокол вот а вот он про него дофига всего всяких статей видите первая ссылка даже не на википедия на хабр который разумеется есть реализация bgp под линукс достаточно развесить и называется кваг по моему использовать повсеместно и повсюду не буду сейчас вот он кваг а вот еще вот по gpd да 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 не буду сейчас рассказывать про всю вот эту вот ерунду потому что это надолго просто все это разумеется линукс умеют вас штука это уже вполне себе софт варная вот но и тем не менее так она и теперь значит относительно хитростей тем не менее есть некоторые хитрости которые я успел настроить и которые я могу вам сейчас показать вот не связаны с настройкой поддержкой всевозможных протоколов и вот этого всего хитрости вот какие предположим у вас в этом муштизаторе есть еще один интерфейс это сервер не здесь вот здесь есть еще один интерфейс вот который называется deep 2 судя по нашей картинке он вотнут во вторую сетку если мы сейчас его настроим у нас внезапно между синей сеткой красной образуются маршрутизатор и одни машинки будут видеть другие вот это конечно очень клёво сейчас мы это проверим вот и кстати давайте у нас давайте клиента запущу меня зажрал мышь верни мне мышь верни мышь паразита иначе придется опять переконнектиться а зараза о вернул отлегло вас это один за мостом это другой за мостом и мы сейчас можем устроить между ними таки доступ если пропишем статическую маршрутизацию на обоих машинках через вот этот наш маршрутизатор прям ручками давайте настроим ему deep 2 api от а д д д дать поглядим какая она там должна быть о шикарно не туда тороплюсь давайте значит это у нас интерфейс тип 2 теперь у нас будет пинкаться наша машинка за мостом 2 которая 61 сейчас скажу какая 10 40 60 11 по-моему нет ни 11 а давайте посмотрим какой не опять адрес а у него какой-то хитрый адрес я помню ее там долго вычисляли одиннадцать еще не так забываю поднять интерфейс каждый раз кстати обратите внимание я иногда даю вот такую командочку ipn api neighbor она показывает динамическую таблицу соответствую маг адресов айпи адресам чтобы мы видели какие вообще у нас есть клиенты через какой интерфейс полученные вот видите тут на каждом интерфейс как и мимо один живой клиент ну вот значит это у нас deep 2 значит соответственно машинка которая с другой стороны которые не переименованы и выглядит как сыруя на самом деле это за мостом у нее 26 давайте по пинга им 26 10 20 30 26 вот они пингаются и теперь если мы настроим маршрутизацию вот этих сетей в этих машинках руками то они начнут видеть друг друга сейчас они ведь друг друга не будут потому что смотрите потому что у нас таблица маршрутизации очень простая если а пингу и что-то кроме если пакет идет куда-то кроме 10 20 30 он идет по умолчанию вот сюда а там никакой никакой информации про это нету ну давайте попробуем настроить так pink 10 40 60 11 и ничего а пингу что у нас есть 10 20 35 есть до ай пи роутс роут я сказал под 10 40 60 0 слэш 24 вот этот самый 10 20 35 этого недостаточно сейчас будет смешно я так думаю потому что у нас сейчас это у нас за масс за мостом а это вот за мостом 2 сейчас сюда будут пинки доходить а при попытке их отослать ответ они будут отсылать совершенно не в то место в которое надо потому что здесь маршрутизация еще вот такая смотрите у нас и таш 0 единственный интерфейс 7 пипа на всякий случай и получится вот такая вот такая смешная картина вот они доходят видите они доходят но целаются они не туда почему потому что вот по умолчанию этот пакет уйдет вот сюда у 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 давайте посмотрим на сервере который 1040 они дадим сомнам шортизаторе да нет эти за три мы не посмотрим мы посмотрим на сервере для 1040 это сервер 2 вот он то есть смотрите ща вот с этой машинки пакет уходит где она вот с этой машинки пакет уходит приезжает вот сюда через сервер он ушел попал вот сюда смотрел и ушел так сюда 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 попал насти на муштизатор почему потому что муштизация здесь настроены вот это место переслал он дальше пакет сюда сюда пинг досюда дошел ответ на этот пинг пошел сюда 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 и вот сюда потому что мы не знаем что надо посылать на этот что что ответ нужно пересылать через эту муштизатор он пошел сюда здесь ничего такого нету сейчас мы в этом месте увидим полу полученный пик полученный ответ на пинг именно поэтому этого ответа мы не видим там какой бридж этаж 1 7 так пробуем вот что происходит мы послали пакет на 60 40 60 11 он дошел но ответ от него ушел в пространство интернетов потому что наш наш клиент который за мостом 2 не умеет не умеет не знает что пакет надо писать через этого они через этого вот этот же их и получает сейчас мы его научим айпи роут от 10 20 30 0 24 я наш марштизатор какой не какой не адрес 35 вот а только это внутренний 67 вот мы говорим дороге 2 есть ты хочешь отвечать на что-то из 10 20 30 пересылай пожалуйста пакеты вот 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 через это и внезапно все начинает работать когда вот все хорошо вот зачем я еще раз повторил это упражнение с ружной настройка мышки за всем остальным я его повторил затем что когда мы будем заниматься штук под названием непростой клиент мы сейчас настроим такую штуку что часть часть пакетов от этого клиента будет маршрутизироваться через один внешний сервер а часть через другой так за мостом за мы прячем сервер пока два прячем а вот можете за тар а открываем казалось бы как это вообще сделать по хорошему мы не можем в таблице маршрутизации написать некоторые пакеты с одного и того же хоста суй туда а некоторые суй сюда почему статическое правило работы маршрутизатора так называемый destination routing мы смотрим адрес получателя смотрим каковая сетевая маска на интерфейсе определяем если у нас в таблице маршрутизации запись которая говорит что адрес получателя за вычетом сетевой маски пакет с адресом получателя за вычетом часовой маски надо пересылать через соответствующее место если такая штука есть присылаем туда если нет уговорились nation on reachable приезжает ответ нашему клиенту что невозможно смаршрутизировать твой пакет поскольку у нас есть строчка по умолчанию то любой естественно target reachable так или иначе вот ну и вот у нас три сети относительно которых мы все знаем куда чего раскладывать поскольку анализ идет адреса получателя мы не можем сказать дорогой друг некоторые пакеты от отправителя посылай туда а некоторые посылай сюда на самом деле можем но это уже будет не классический алгоритм маршрутизации а так называемый полисе роутинг то есть описание того как маршрутизировать пакеты в зависимости от свойства этих пакетов а не свойств получателя что для этого нужно сделать для этого нужно завести другую таблицу маршрутизации и в зависимости от свойств получаемого пакета можете жить и маршрутизировать его сообразно одной таблицы или другой давайте заведем и мы будем так знаете что если у нас порт получателя 443 то мы будем это руле нет извините чуть позже о смотрите мы завели заводим другую таблицу маршрутизации она будет называться 80 почему 80 будет ясно потом вот и выглядит это будет так значит вот эта основная таблица она же называется мы нет не мэй вот это дефолт меньше еще есть локом нет пока я посмотрим извините какой будет еще есть сейчас извините опирот шоу а дальше ты был сколько до пошел ты был мы это наш основная таблица про который происходит маршрутизации есть что ты был local эта таблица как видите более хитрая в которой написано что делать в случае когда пакеты принадлежат прямо нашим внешним интерфейс она совершенно автоматически генерируемая я просто к тому что такая таблица тоже есть и сейчас мы с вами добавили еще одну таблицу которая называется 80 в ней в отличие от таблицы мы маршрутом по умолчанию выбирается другой сервер тот который второй который с адресом 10 40 61 теперь мы должны описать правило сообразно которым мы будем некоторые пакеты перекладывать в этот интерфейс они в тут ну скажем когда мы получаем от и сетки пакеты с направлены на весьмидесятый порт или на 443 то бишь хттп мы возьмем и будем перекладывать их туда но прежде чем это сделать давайте проверим как это работает давайте мы сейчас откроем оба сервера это сервер 1 и это сервер 2 давайте сделаем вот так вот tcp dump внешний интерфейс сразу чтобы было понятно через кому мы выходим в интернет до минус и этаж 0 порт 80 80 плохо 443 потому что 80 руками надо хтп ну и здесь допустим возьмем и зайдем куда-нибудь в интернет и интернет и заходите а мазил тем временем чем там определяет мазила при первых в первую очередь при заходе начинает определять качество интернет всего остального вот пожалуйста мы запустили броузер он куда-то пошел по 80 порту и вот пожалуйста мы видим этот трафик на первом сервере окей закрыли давайте мы попробуем порт на 443 но не знаю там какой-нибудь ты бы еще порты в жизнь кроме 443 то хоть двадцать вторую ну и здесь пока скажем там ссх ну не знаю куда ввц смс уру ну нам ссх ввц смс уру не дает но попытка произошла можно было попытаться отлично теперь давайте включим наш пор из полисе роутинга возьмем наш роутер в котором у нас уже есть таблица номер 80 под названием давай-ка пересылай через другой маршрутизатор и добавим туда собственно правило айпи руля давайте я посмотрю прямо синтаксис порт вот он что если в пакете который мы собираемся присылать destination port 443 напоминаю что порт можно посмотреть заголовки пакета даже айпишно известно где лежит destination порт в айпи пакете поэтому не выходя на уровень выше на уровень транспортный можем узнать destination порт 43 и если такой destination порт то пожалуйста воспользуйтесь маршрутизации восьмидесятой таблицей в котором написано все через десять сорок шестьдесят до кучи давайте еще восьмидесятых порт так давайте посмотрим что при этом происходит вот наши все правила кстати смотрите вот они как устроены по умолчанию мы смотрим в таблице local вот в той самой если не удалось ничего найти в таблице local вот наши два правила которые говорят что посмотри пожалуйста пакеты с такими вот свойствами если они есть смотри в таблице 80 если и самом конце у нас есть два правила что в случае если мы все наши кастомные правила не сработали то смотрим в таблице default а если они не сработали мы то смотрим в таблице default вот таблицы default у нас вообще нету потому что default ротер у нас находится в таблице мы по хорошему наверное правильно было бы вот эту запись переместить вот туда но тут уж мы экспериментировать не будет итак по предположению наш маршрутизатор будет заглядывать в пакет и если видит что у него destination port 80 внезапно маршрутизировать этот пакет сообразно таблицы 80 они сообразно таблицы main как это было раньше а в таблице 80 написано перекладывай пожалуйста и и иной на 10 40 60 для начала проверим работают ли а броузер на нашем в нашем дипест лесу алиэкспресс отлично пожалуйста я зашел в википедию пока партнер хтпс на основном сервере молчания при этом если я попытаюсь допустим прийти по тут какая-то фигня почему я не а потому что пор 443 господи прости если я при этом попытаюсь совершить какую-то другую операцию сетью то вот он пожалуйста на основном сервере все работает пинг работы попытка ссх работает вот она только 80 порт соединение с 8 видите что там время время обновляется вот только 80 порт вообще-то не здесь где-то где-то в другом месте видите домен 53 порт здесь а вот домен а все остальные все остальные обмена весь остальной обмен он не здесь только домен и имена мы можем кстати домена имена пустить через другой сервер давайте посмотрим что творится на другом сервере да вот же он весь трафик здесь нету здесь есть вот он ну и соответственно если мы захотим что-то сделать вот так вот да здесь нету здесь есть таким образом мы с вами настроили правило нестандартной маршрутизации сообразной которой часть пакетов с одной и того же с одной из той же подсети маршрутизируются сообразно вот этой таблицы маршрутизации а часть сообразно вот этой кстати сказать теперь для абонентов сети 106090 у нас недоступен недоступные абоненты сети 1040 сети 1020 например мне кажется дайте попробуем проверить но кажется теперь все потому что дайте проверим непростой клиент пинг 1020 30 26 нет работает а кто интересно их маршрутизирует наверное их маршрутизирует вот этот интересно как он это делает нет то есть мы до туда не дошли значит это делает обычный маршрутизатор давайте возьмем дойдем на него вот он пинг отлично работает о так это домен а вот оси пи вот он так давайте разберемся на на каком основании этот маршрутизатор делает вот так а ну понятно на каком основании это же порт не восьмидесятый да это порт не восьмидесятый это порт вообще симпишный понятное дело что поскольку вот эти два правила не работают работают вот это правило все отлично работает вот если я веб сервер запустил там вот тогда бы она не сработал в точно вот мы плавно приближаемся к концу того что я хотел рассказать потому что это ну потому что я думаю что и так у всех голова пухнет вот но прежде чем мы закончим разговор общий с некоторой частностью разговор общий про линуксы и маршрутизацию маршрутизацию межсетевый экран обратите внимание на то что я вообще не рассказывал про межсетевые экраны ибо это огромная тема вот понятное дело что с помощью межсетевых экранов тоже можно делать полисе роутинг тоже можно перекладывать из интерфейса в интерфейс вот с используя более глубокого анализа содержимое пакетов можно даже там например подсматривать какой трафик какого типа трафик идет и в зависимости от этого значит перекладывать не только порт как мы здесь это сделали но даже там тип трафик все это умеют не только линуксы но вообще любые юникс подобные системы особых проблем с тем чтобы реализовать что-то простое и даже достаточно сложное на линуксе просто нет вот любые исследования на предмет того как вот работать сетями любые какие-то новые штуки делаются скорее всего на юникс подобных системах и с очень большой вероятностью именно линукс просто потому что они более распространены особенно когда речь идет о всяких алгоритма емких штуках то есть о чем то что нельзя немедленно извоять железо надо в долго программе более того вам скажу если если взять вот такой вот маршрутизатор а вы не видите сейчас покажу вам ну и ладно короче говоря если взять домашний маршрутизатор видимо показать я не смогу ну ну очень поверьте мне что что если взять домашний маршрутизатор то на нем тоже будет линукс сейчас мы даже это сделаем по крайней мере вы увидите от него интерфейс вот сейчас я его включу в розетку и мы на него зайдем это уже будет происходить на моей собственной машине вот так вот а видите у меня интерфейс этаж 0 а перестал быть но кэри почему потому что его воткнул сейчас можете зато а дев дев это моя собственная машина и в которой я воткнул вайфайный роутер сейчас на него зайду этот длинг д 300 ну классический длинг д 300 дев сколько там 192 168 1 ну скажем 3 24 дев этаж 0 теперь давайте броузером туда зайдем броузером 192 168 192 168 192 168 191 по-моему такой он говорит пароль админ а пароль раз два три четыре и правда так погодите же длинг а да я сам его перепрошил этот длинг в который я залил прошивку от зикселя да вот вот такая красивая штука в действительности это линукс сейчас я вам покажу что не сюда 68 1 1 тел нет извините 192 168 1 1 это был 168 это был 168 надо 34 не похоже на линукс да а на самом деле похоже сейчас я скажу по-моему это надо сказать сис нет не сис экзек надо сказать вот экзек ls узнаете минус l короче говоря мы сейчас зашли я эту штуку достал из коробки то есть она не рабочая вы не думайте что у меня пароль админ а раз два три четыре в моем в моей домашней сети но как устроены практически все подавляющее большинство домашних роутеров это линукс ядро и так называемый бизи бокс бизи бокс это один большой бинарник который сочетает в себе многие линуксовые команды так просто меньше места занимает а чего не хватило если каких-то поддержки каких-то команд бизи боксе нету то туда докладывают еще немножко бинарников вас сейчас что нет айпи а а что есть а не айпи а это конфиг о пожалуйста ну короче вы меня поняли это линукс вас выключаем эту фигню в общем вас вот я выключил я стал сразу но керри если все так хорошо да если вы такие умные почему вообще не все они делают на линуксе но как видите частично все делают на линук сюда весь сетевой стак который у нас в телефотках под андроидом тоже разумеется на линукс почему на самом деле главные проблемы с реализацией всего на линуксе их грубо говоря 2 проблема первая и главная и это аппаратная поддержка если вы делаете какой-нибудь не знаю там 48 портовик где 48 гигабитных интерфейсов хорошо если гигабитных а если 10 а если 100 то у вас должен быть не просто процессор который умеет жевать все вот это у вас должен быть еще и шина которая может передавать 48 гигабитных потоков перекладывать из одной интерфейса в другой скорее всего такого уровня high-end устройства ну потребует очень больших вычисленных усилий и довольно большой аппаратной поддержки именно уже в области сетевых протоколов то есть что-то из того что линукс делает программно будет сделано аппарат то же самое касается ситуации где в линуксах реализован какой-то стандартный протокол или стандартный алгоритм обработки чего-то а в хитрых железках которые занимаются high-load он реализован нестандартный оптимизированный протокол обработки чего этот оптимизированный протокол а частично базируется на каких-то аппаратных свойствах той железки с которым мы работаем возможно гибридные варианты один из самых известных гибридных вариантов он правда связан не с линуксом а с с внезапно операционной системы фрибизи вас это железяки под названием джуни про железяки под названием джуни пер который пожарил на сегодня единственный кургурет циски с их железяками это очень очень крутое железо на которую намазано ядро фрибизи при везде это такой один из наиболее популярных олдскульных юниксов на сегодня а вот скажем у нас на факультете повсюду на серверах стоит фрибизи так в частности вот и поверх него еще некоторый софт который они там в жуни перри реализуют придуман ровно для того чтобы использовать всю мощь вот этой самой юниксовой гибкости и при этом когда надо адаптироваться к страшным очень крутым аппаратным платформам в которых разумеется поддержки в юник системах общего значения просто нет вот такой вот пример это была первая проблема первая проблема почему linux используется только на устройствах типа значит вот комнатных маршрутизаторов ну скажем так повсеместно но потому что в других случаях возможной ситуации когда они просто ну такого же в других случаях возможно ситуация когда железное решение дешевле программного дешевле чем купить огромный процессор и забабахте огромный уж кстати не только комнатные до современные компьютеры могут вполне справляться с там с маршрутизированием офиса вот как нефиг делать вторая проблема это энергопотребление которое собственно является вариантом первой проблемы если вы хотите сделать устройство которое работает от батарейки от солнечных от солнечного света от 5 вольт ну кстати вот это устройство которое мы сейчас использовали работает 5 вольт но тем не менее да не выделяет тепла там может быть завернута а в конфетный фантик вот это вот все скорее всего вам ядро общего назначения линуксовый даже сильно урезан окажется слишком большим или устройство которое только и дело что перекладывать байтики за одной дырочки в другую вот всю ту мощь который мы сейчас трогали задействует для перекладывания байтиков из одной дырочки в другую ну плоховато вот поэтому а вторая область применения не линусов да и от ситуации когда вы хотите нам много много сэкономить на энергетической части вот давайте-ка вот что посмотрим в результате на ту картинку которая у нас получилось я пишу еще раз повторю что у нас было за сегодняшний день проделано и на этом наверное мы закончим перейдем к вопросам есть таковые если таковые возник значит в результате мы построили вот такую нехилую схему в которой немножко по задействовали различные варианты работы сетью в линук системах у нас есть два межшестевых экрана каждый из которых обеспечивают на нетворк адрес трансляцию при выходе в интернет и подкармливают автоматической настройкой одинаковой но разные естественно разного ip адресов две практически независимые друг от друга сети вот эта красненькая сеть вот и синенькая к первым межшестевому экрану подключена раз два три абонента вот два из которых просто клиенты вот и второй из них виден через мост но об этом чуть позже к второму подключена раз два абонента при этом один из этих абонентов является маршрутизатором и он осуществляет еще маршрутизацию от клиента который находится вот от этой штуки в двух опах раз два что мы еще сделали в начале в первой лекции мы сделали с имитировали bridge мост сетевой вот и даже посмотрели как можно забабахать в этом сетевом масте тегированный влан вот этот красненький влан вот в этом месте он тегированный вот в этом чтобы не смешивать пакеты которые по синей к сети идут пакет который по красненькой стиль я не сказал про очень очень многое что можно еще сделать с этим интерфейсами например можно делать бондинг бондинг это когда у вас оба интерфейса смотрят в одну и ту же сеть и с точки зрения операционной системы воспринимаются как один интерфейс только в два раза более быстро там тоже есть свои правила например он может высчитывать какой из этих двух интерфейсов лучше ну и так дальше так вот этот мост как уже было сказано на уровне вот здесь вот смешивает два вида пакетов обычные фреймы и тегированные 801 q вот и обслуживать до клиента а что еще да значит это были это был мост значит дальше мы настроили во второй лекции может и завтра который осуществляет пересылку пересылку пакетиков из вот этого клиента через него и через один из серверов в интернете правда при этом понадобилась настройка самих серверов дополнительная чтобы сервер знал что сеть вот эта желтенькая можете зирус через можете за чего мы не сделали мы не настроили автоматическое обновление этой штуки с помощью всяких протоколов типа гипф или бгп или чего-то такого и под конец нашего нашего упражнения мы настроили маршрутизатор таким образом настроение полис роутинг чтобы пакеты идущие на 80 443 порта маршрутизировались через и уходили в интернет через мышцы мышцевой экран 2 а пакеты во все остальные места уходили бы через мышцевой экран 1 на основании поля номер порта в эти пакеты все это безобразие было сделано с помощью фермы который я сделал на базе виртулбокса и клонирование одной единственно десктопной машины с некоторыми настройками один клон и даже сделал при вас вот этот клон был сделал при вас и как видите прототипом для всего этого послужил обычный дистрибутив линукс вообще говорит десктоп все что нужно для работы со сетью и работы всевозможными делами я на них включил при либо совсем при вас либо в тихую там хотя про все по моему рассказал вообще про все вот чтобы закончить скажу некоторую продробность про сами настройки помните я подглядывал в такие странные места сейчас давайте попроще найдем здесь нет давайте не попроще давайте посложнее давайте мушутизатор найти да да пора заканчивать я прошу прощения я просто подумал что если две пары еще 15 минут перерыв то у меня дофига времени ну да ладно хорошо ну собственно все на этом я собственно собственно заканчиваю да значит если есть какие-то вопросы видимо уже только в чатике раз пять часов следующая пара вот и удачи вам в сетях чё